Здравствуйте, дорогие друзья! С вами я, Татьяна Чекалова. Сегодня я хочу познакомить вас с восстановительной гимнастикой после инсульта, порезов и различных травм в лицах. Эта гимнастика родилась в процессе восстановления моего собственного лица, и сегодня я хочу ею поделиться. Я знаю, что это видео ждали многие люди, судя по письмам, телефонным звонкам, которые раздаются в мой адрес от людей, страдающих теми или иными проблемами лица. И вот, наконец, это видео вы дождались. Сегодня мы начнем с вами работать с мышцами лба. И постепенно, с каждым новым выпуском, мы будем знакомиться с другими упражнениями, спускаться все ниже и ниже. Почему именно со лба? Потому что лицевой нерв восстанавливается сверху вниз. Но сначала немного расскажу о том, кому можно и нужно заниматься этой гимнастикой, а кому не стоит. Первое. Если у вас случился инсульт. Инсульт бывает двух видов. Ишемический и геморрагический. Ишемический инсульт подразумевает, что, в принципе, с вашими мышцами все хорошо, и вы можете прямо сегодня начинать с ними работать. Если же у вас произошел геморрагический инсульт, вам нужно подождать три недели, даже месяц, и только после этого начинать гимнастику. Что касается механических травм. Важно, чтобы кости на голове и кожа головы была в целости и сохранности. То есть кости уже срослись, кожа уже зажила. Открытое ранение, открытые и закрытые переломы головы тоже являются противопоказанием для занятий гимнастикой прямо сейчас. То есть нужно дождаться сначала восстановления головы. Но, естественно, гимнастика поможет тем, кто в нее верит, и не поможет тем, кто считает, что им не помогает ничего. Если вам не помогает ничего, живите с этим убеждением и выключите это видео. Для тех же, кто остался, начнем. Итак, начнем с упражнения первого. Первое упражнение мы оживляем. Я буду пользоваться подсказками, они у меня есть. Мы оживляем голову. Ставим руки на голову, ставим довольно нежно. Голова у нас одна, другой головы нам никто с вами не даст. И начинаем проглаживать и подбрасывать одновременно мышцы всей головы, симметрично всей головы. Задняя часть головы точно так же является частью головы, как и передняя часть. Просто оживляем все мышцы. На это упражнение достаточно 20-30 секунд. Возможно, если чувствительные функции головы у вас восстановлены, вы уже почувствовали, что ваша голова немножечко тонизировалась. Вся голова. А теперь мы будем работать только с поврежденной стороной. Любопытные люди, которые просто решили позаниматься гимнастикой, вы можете работать асимметрично с каждой стороной лица по отдельности. Но если речь идет о восстановлении, то мы работаем только с той частью, которая повреждена. Итак, упражнение второе. Я знаю, что у кого-то из вас мышцы лба просто не работают. И так вот сократить лоб вы просто не можете. Мы это делаем рукой. Ладонь помещаем на лоб и 20 раз в медленном темпе подбрасываем ладонью лоб. Можно переставлять ладонь, чтобы пройти весь лоб. Вернее, всю мышцу. Я, в частности, работаю со своей правой стороной, потому что у меня была повреждена правая сторона. И так делаем 20 раз. Я сама со счета сбилась, ну, пускай примерно 20 раз. Следующее упражнение тоже оживляет мышцу, но поскольку мышца пока работать не может, мы опять-таки оживляем ее рукой. Мы делаем пульсацию фалангами пальцев, то есть всеми фалангами пальцев. Ставим три или четыре пальца на одну вашу поврежденную сторону лба и начинаем подбрасывать мышцу фалангами. Ее немножечко нажав на мышцу, подбрасываем вверх. Так, как будто бы наша рука прилепилась, без фанатизма, сильно не вжимаем. Наши кости должны остаться целыми после этого упражнения. И вот это упражнение мы выполняем от 60 до 120 раз, даже до 180. И вообще, если у вас проблема с мышцами, если вы на больничном, вам некуда потратить время, выполняйте упражнение 48 часов в сутки. Не пожалеете, вы увидите, что ваше лицо очень быстро придет в порядок. Любопытным достаточно один раз в день, вот те самые 60-80 раз. Тогда любопытные могут работать одновременно с двух сторон. Выполняем в ритме своего собственного пульса. То есть вот раз, два, три, четыре, пять. Не торопимся, никуда не торопимся. Нам важно работать в ритме пульса, потому что пульс помогает нам пропустить кровь туда, куда она не доходит из-за того, что мышца не работает. Мышца не работает, кровь не поступает, не питает мозг, не питает надкосницу. И кость начинает стариться. Нам этого с вами совсем не нужно. Кстати, забыла кое-что рассказать. Самое главное, с чего мы начинаем, пока мы делаем пульсацию, мы ощущаем себя полностью здоровыми физически. То есть мы с вами полностью здоровые. Работаем мы с вами из режима здорового человека, а не человека, у которого есть какая-то проблема. Только из этого режима мы с вами сможем достичь изменений. Человек, имеющий проблему, решает ее как человека, имеющий проблему. Мы с вами полностью здоровы. И мы, собственно говоря, просто делаем шаги для того, чтобы стать еще более здоровыми. Итак, мы с вами прокачали мышцу. Переходим к следующему упражнению. Четвертое упражнение – пиление мышцы. Что происходит с поврежденной мышцей? Поскольку нерв не работает, он перестает мышцу нервировать, она просто сжимается в такой вот комок. И вот в этом комке в какой-то части себя вся собирается. Чтобы вот это разобрать, мы ставим две ладони вместе и начинаем обязательно от центра к виску пропиливать лоб. Назад не возвращаемся. То есть наше движение только от центра к наружной части головы. Пилим точно так же медленно, тщательно, пропиливая всю мышцу полностью. Если у вас уже есть чувствительные ощущения, возможно, вы чувствуете где-то боль, там, где вы чувствуете боль, обратите на это место особое внимание. Вполне возможно, что у вас будет краснеть либо весь лоб, либо та его часть, где самые серьезные зажимы. Снимаем зажимы, пропиливаем лоб. Выполняем это упражнение от трех до семи-восьми раз. В зависимости, опять-таки, от вашей ситуации здорового человека. Еще раз напоминаю, буду об этом все время. Итак, мы пропилили мышцу. И переходим к следующему, пятому упражнению. Пятое упражнение, наверное, является основным во всей этой методике. Дыхание мышцы. Ваши мышцы наверняка еще не работают. И ваша задача сделать так, чтобы она заработала, чтобы она стала жить. А первый признак жизни – это дыхание. И вот смотрите, сейчас мы ставим ладошку. Можно всю ладошку, можно самую чувствительную зону основания ладони на лоб. И мягко ставим. Смотрите, вот это вот мой лоб, вот это моя ладошка. Я так совсем чуть-чуть прикладываю ладошку. Я не давлю, а только приставила. Итак, ставим ладошку на лоб и начинаем мышцей дышать в руку. На самом деле это абсолютно физиологически нормальное явление. И существует такая мышечно-мозговая связь, собственно говоря, это упражнение на восстановление мышечно-мозговой связи, на восстановление работы лицевого нерва, его иннервирующей функции. И мы силой мысли заставляем мышцу сократиться. Когда она сокращается, она как раз отдаст нам такой сигнал, микросигнал в нашу ладонь. Соберите все свое внимание, всю свою силу воли в этот кусок вашего тела. И заставьте эту часть вашего тела работать. То есть эта мышца должна оживиться. Если у вас пока не получается, выполняйте это упражнение. Те же 48 часов в сутки. Это очень важное и очень полезное упражнение. Можно выполнять его без руки. То есть вы просто свое внимание пульсируете и заставляете мышцу начать шевелиться. Как вы знаете, как мы пробуждаем сердце, заводим сердце. Вот так вот мы с вами заводим вот эту вот мышцу неработающую. И заставляем ее работать. Заставляем, заставляем. Следующее упражнение, шестое. Собственно говоря, это уже упражнение тест. Насколько мышца ожила, насколько она заработала. Сейчас я буду выполнять его так, как в обычной косметической лицевой гимнастике. Я сказала бы, что так делать ни в коем случае никогда нельзя. Но в нашем с вами случае действуют совсем другие законы. Наша задача мышцу оживить и чтобы она заработала. И нам пока плевать на красоту. С красотой мы поработаем потом. Мы поднимаем бровь и сокращаем мышцу. Можно приложить руку. Если вы приложили руку, надеюсь, что каждый из вас уже почувствовал, что ваша мышца начала потихонечку работать. Добиться вот этого рабочего состояния можно уже шестым пунктом после предварительных упражнений. Хотя бы микродвижения должны уже появиться в руке. То есть рука должна как антенна поймать, что ваша мышца живет, вы работаете не напрасно. Сокращаем мышцу по идее не больше семи раз. Я сейчас покажу, как упражнение выполняется в более продвинутом варианте. Сократили. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Расслабили. Раз, полностью расслабили. Два, три, четыре, пять, шесть, семь. Сократили. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Полностью расслабили. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Достаточно выполнить это упражнение пять, семь раз. Может быть, восемь раз. Частить здесь не надо. И выполнять его больше тоже никакого смысла нет. Ваша мышца и так сокращена, вам нужно ее сейчас расслаблять. Еще раз повторяю, это упражнение тест. Упражнение на то, что ваши мышцы все-таки уже начинают управляться. Теперь мы переходим, по сути говоря, уже к завершению этого комплекса. И три последующих упражнения будут расслабляющими. У меня в руке есть обычный мячик из детского магазина. Есть мячик из киоска Роспечать. Есть мячик из спортивного магазина. Вы можете пользоваться любым из них. Как вариант, вы можете пользоваться какой-то палочкой. Не обязательно мячом. Можно взять медицинбол, медицинский мяч. Мяч может быть любой. И смотрите, чем больше площадь мяча, сильно большая нам не нужна 10 см, нам хватит за глаза. Тем большую площадь вы обрабатываете за один прием. Если у вас мячик маленький, приобретите, пожалуйста, мячик. Видите, мячик у меня помещается в ладошки. Кладем мяч на начало брови и медленно, не торопясь, прокатываем его до линии роста волос. Переставляем мячик чуть подальше и снова прокатываем его точно так же, медленно, не торопясь. Переставляем еще подальше. И вот так постепенно мы с вами проходим всю лобную мышцу. Несколько раз, раз 7, нам с вами нужно выполнить это движение вверх. И только один раз мы выполним это движение вниз. Это будет последнее, завершающее движение. Давайте я вам сейчас покажу с большим мячом. С большим мячом работать удобнее, но не сильно большой. У меня есть еще и волейбольный мяч, он здесь, наверное, не пригодится. А вот такой вот мячик, он прекрасно справляется со своей работой. Работает очень качественно, очень хорошо снимает с мышцы зажим, убирает морщинки и помогает мышце прийти в тонус. И вот только один раз мы выполняем это упражнение обратно вниз. Потому что все-таки мышца у нас лежит не только сверху, но и снизу тоже, крепится к брови. Следующее упражнение поколачивание лба. Поколачивание тоже очень важная практика в нашем с вами случае. Я уже говорила, что когда мышца не работает, кровь не поступает. То есть кровообращение нарушается. Вернее, сначала нарушается кровообращение, из-за этого не работает мышца. А потом не работает мышца, из-за этого усугубляется недостаток кровообращения. Мы можем стучать просто кулаком. Просто стучим по всему лбу. Но мне гораздо больше нравятся деревянные предметы. А, вот я нашла ложку. Вот у меня есть веер, например, как вариант. Деревянный веер. Я беру вот этот веер и ручкой веера стучу себе по лбу. Простукиваю деревом кость. По сути говоря, я пробуждаю надкосницу, вибрирую по надкоснице. И надкосница уже оживляется и начинает питать кость. Чтобы кость не старела, чтобы кость оставалась молодой. А вам это очень важно сохранить сейчас. Есть прекрасная деревянная ложка. И есть, например, скакалка. И вот ручка от скакалки вполне подходит. Кстати, скакалкой можно вот так же поднимать мышц лба. Можно это делать палочкой, которую вы подберете на улице и тщательно вымоете. Снимите с нее кору. Палочка вам в помощь. Итак, мы поколотили лоб. Надеюсь, что вы почувствовали, что он у вас завибрировал, зазвенел. То есть, по сути говоря, там началась или пробудилась жизнь. И последнее упражнение из нашего цикла – это взбивание лобной мышцы. Лобную мышцу мы будем взбивать руками, как мы взбиваем подошку. Но будем ее взбивать вот так вот, таким пошлепыванием. Итак, мы начинаем, здесь можно не щадя живота своего, шлепать по углу. Даем себе пощечины. Делаем это столько, сколько хотим, от 30 секунд до минуты, даже до 15 минут, если есть на это время и желание. И после этого мы обязательно кладем руку на лоб и укладываем мышцу так, как мы хотим, чтобы она лежала. То есть, она должна лежать вверх и немножечко по диагонали в сторону. Вообще, ее идеальное положение вот такое. И вот так вот мы ее с вами раскладываем. Прямо берем и раскладываем нашу мышцу. И на этом упражнение лоба закончено. Те, у кого действительно серьезная проблема и у кого есть время, вы можете выполнять весь этот комплекс, ну скажем, с интервалом через каждый час, через каждые полтора часа. Если у вас времени нет, постарайтесь найти время хотя бы, чтобы выполнить раза три в день это упражнение. Просто любознательно, один раз в день вам достаточно за глаза. То есть, еще раз повторяю, если человек решает какую-то свою задачу, серьезную задачу, он работает чаще. Если вам просто нужно поддержать, не восстановить, а вот именно поддержать свое лицо, то этот комплекс можно выполнять один раз в день. И еще, может быть, кто-то заинтересуется, в интернете тоже вот это есть. Еще в 2008 году в журналах «Физкультура и спорт» я публиковала статьи по гимнастике против инсульта. Здесь есть пальчиковая гимнастика, здесь есть гимнастика для лица. Но с тех пор мои знания стали гораздо более шире, опыт стал тоже гораздо более широким. Я работала не только со своим лицом, но и с другими лицами. И, наверное, вот этот комплекс теперь стал уже универсальным. По крайней мере, я уверена, что он не универсальный, он поможет всем. При условии, что у вас, еще раз повторяю, нет актуального, то есть в настоящее время, геморрагического инсульта. При условии, что у вас кости и кожа черепа уже зажили, если это была травма. И при условии, что вы верите в то, что гимнастика вам поможет. И, конечно же, у вас есть время и желание этим заниматься. Потому что есть люди, которые ходят от врача к врачу, выполняют одну процедуру, потом другую, потом третью, просто для прикола. Потому что надо чем-то заняться. Но займитесь, вам это не поможет. А те, кто будет заниматься всерьез, и те, кто будет заниматься регулярно, а регулярно, это на самом деле до полной победы. Вам это поможет обязательно. И здравия желаю. С вами была я, Татьяна Чекалова. Продолжение следует. И до новых встреч.